Всем привет! Сегодня находимся на причале Кадыкёй. Отправляемся отсюда по Золотому Рогу. Первое наше будет место это летняя резиленция Султана, потом музей Рахми Коча. Мы писали про него уже в нашем телеграм-канале. Перезоединяйтесь с Татидурами. Потом, наверное, посетим холм Пьера Локи. Были бы там всего один раз. Здесь тоже прекрасное, замечательное, красивое место. Ну и закончим, наверное, в мини-ататюр-парке. Взяли вот такое вкусное кофе. Сидим, ждем наш паромчик. Ну давайте, поехали! Подплываем мы. Причалу Хаскёй. Слева от него как раз сразу находится музей Рахми Коча. А справа, вот мы сейчас туда пойдем дальше, отсюда вот не видно. Но там находится летняя резиленция Султанов. Вот мы сейчас туда и направляемся. Добрались мы до летней резиленции Султанов. Называется она Павильон Айналы Кавак. Здесь же расположен музей музыкальных инструментов. Вход по Кимлику будет стоить 30 лир. Без Кимлика 90 лир. То, что это резиденция Султанов, сразу выделяет вот этот возвышающийся каменный забор. Пойдемте внутрь, посмотрим, как это будет изнутри. Ну вот так вот выглядит этот павильон. Окружает его красивый зеленый сад. Сейчас тут пройдемся. Довольно таки тихо. Ни одного туриста нам пока что не попалось. Так что здесь можно просто уютненько посидеть. Лавочки, слава богу, есть. Здесь у входа висит такая лампа на цепи. Здоровая, качается. Потолочек такой бирюзовый. Птички щебечут. Красиво. Сходили мы в резиденцию. Посмотрели. На нижнем этаже музей музыкальных инструментов. Все смотрели. Нашли пластинки с датой выпуска. За 100 лет до нашего рождения. Интересно. В целом посмотреть. Аудиогид только на английском языке. Ну, красиво. Ничего не скажешь. А это вот уже на выходе. Такой сад продолжается. Ну, я понимаю, здесь обширный сад. То есть здесь есть где погулять. Там вот кафешечка. Людей нет совсем. Персонал. Очень рад, что мы пришли. Прям нас позвали. Давайте заходите, смотрите. Снимать, правда, нельзя, как обычно. Ну, ну, сейчас зато у вас будет интерес посетить, посмотреть. Такая вот осень у нас в Стамбуле. Посмотрите, какие зеленые газоны. Деревья. Необъятное какое-то дерево. Явно ему уже ни одна сотня лет. Никого, ни одной живой души нет. Вы представляете? Только птички поют. И мы гуляем. Красивые всякие растения. Вот, например, оливковые. Видели ли вы когда-нибудь, где все-таки растут оливки? Вот так вот они и растут. Ну, они, в принципе, по Стамбулу много где расположено. Можно их увидеть, пособирать. Вообще, фруктов и овощей сейчас можно много где просто на прогулке попробовать. Тот же инжир кругом растет. Вот и обошли мы всю территорию. Весь сад. И все, что тут можно посмотреть, ушло у нас на это 40 минут. Красиво, тихо, спокойно. Так что будете в данных краях, заходите, не пожалеете. Ну, а теперь выдвигаемся в сторону музея Рахмием Коча. И будем смотреть машинки и прочую технику. Вход в музей выглядит следующим образом. Народу здесь уже существенно больше. Значит, стоимость по Кимлику 160 лир. Без Кимлика 400 лир. туристов. Туристов довольно-таки много. Если не хочется платить, то в принципе можно посетить уличную экспозицию. она вот здесь вот вход свободный. Там также получается у нас есть паромчики, самолетик, в него можно зайти, посмотреть. Но мы пока заходим. На входе в музей стоит макет. Все подписано, где какие экспозиции. Но тут очень много людей, поэтому переместимся куда-нибудь там, где людей поменьше. А тут просто вообще не протолкнуться. мы решили пойти сразу на второй этаж, где коллекция Ататюрка расположена. Потому что мы вот сколько здесь стоим, туда никто еще не пошел. А где никого нет, значит как раз это наше место. Больно, шумно. Ну вот что нам здесь попадается. Книги, награды, одежда, различные аксессуары, подарки, которые были сделаны. Вот такая вот огромнейшая экспозиция. Справа в зале сразу идут различные лодки. Здесь вот они в бутылочках. Большое количество старых картов. Ну музей огромный. Открыл вообще этот музей один из богатейших людей Турции за свой счет послужил примером для остальных. Вот так вот выглядит прогулочная лодка султана. вообще весь второй этаж связан с морской тематикой. Моторы различные навесные старые лодки, весла, якоря и все остальное. Это вот все второй этаж. на первом этаже уже показана столярная мастерская, как производили эти лодочки. Озвучка есть. Уже более-менее такие современные яхты и катера. Такой макет стоит. следом уже полноразмерная модель Riva. Построена в 1963 году. Выглядит очень дорого. Такой гоночный катер премиум класса. Зайти туда нельзя, но заглянуть можно здесь у нас уже рыбацкая тематика. Сидят вон рыбак с внучком чаек попивают. Далее на первом этаже идут уже вот такие модели паровозов. Примерно я, наверное, смог даже на нем прокатиться. А есть несколько даже поболее модельки. не знаю, ездят они нет, но выглядят однозначно круто. Огромное количество моделей. если вам нравится железнодорожная тематика, то это прямо ваш зал. Народу стало немного на входе. Тут сразу расположен портрет создателя данного музея из различных механизмов, устройств. а вообще со стороны это выглядит вот так вот. Ну а мы пойдем в зал с автомобилями. Здесь вот такой огромный обширный так сказать зал с львами, где представлены старые редкие автомобили, да и не только редкие, просто Ford 1934 года. Ford Thumburbird Jaguar. Ой, Ford Mustang тоже, думаю, Jaguar. Ну а вот здесь вот у нас Ford из Гарри Поттера. Ford Англия. Даже фильм идет. Вот такие вот красивые машинки начищенные блестят. Здесь вот фиатики стоят. Мустафа Кемель куда-то поехал. Вот такой зал. Здесь все открыты механизмы. Можно посмотреть, как работают. Вот это духовая плита. Пылесосик стоит. Включаем пылесосик. Что тут у нас зап... Ой, как он недолго работал. Кому было интересно, как работает посудомоечная машина. Можно здесь посмотреть, как водичка брызгает, брызгает. Моет. Так, дальше у нас здесь стоят стиральные машинки. Пожалуйста, не открывайте двери. Порошок подается у нас отсюда. Барабан можно посмотреть, как работает двигатель внутреннего сгорания. Вот, пашня пошли. Как лапана конечно на месте стоят. Но в целом для понимания тут разные механизмы. Их много. тут экспозиция различных паровых двигателей. Если любите технику, можете тоже изучить. а вот здесь вот насколько мне память не изменяет находится цех целый по производству. Чего у нас он тут производил? А, да, по производству масла. То есть вот мы зашли, он запустился. Получается здесь паровой двигатель, механизмы идут, там жернова выдавливают масло. там пробы берут, пробы отборничек. То есть вот хотите узнать как получают масло? Вот получали точнее. Конечно, сейчас производство выглядит совсем другим образом. Так что заходите, смотрите. Здесь вот есть такая схемка. тоже показывает, что здесь вот пар нагревается, там пыры-пыры, пошла, там привод. В общем, вот такая познавательная схемка. Берите детей, учите. На улице уже экспозиция, лодочек побольше. Существенно, так сказать, полный размер. Здесь вот показано устройство для спуска на воду новых или отремонтированных кораблей. Прямо да, в золотой рог можно спустить вот эту лодочку от водичка. Ну что, предлагаю закончить нам здесь обзор данного музея. Выставка очень большая, есть у вас повод сюда прийти, а здесь у нас трамваи запряженные лошадьми огромное количество детей пришло. Поэтому мы перемещаемся дальше. Увидимся в музее миниатюрка. Вот так вот раньше трамваи ходили. Добрались до миниатюрка. Слева от входа есть вот такой перевернутый дом. вход в него и оплата вот там, а вход в миниатюрку он вот сюда по дорожке. Стоимость входа в музей по кемлику 80 лир, без кемлика 250. Вот такая вот панорама с входа сразу открывается. Что еще хочется добавить? Значит со 2 октября в честь столетия освобождения Стамбула. Вход в миниатюрк по QR-коду. Там специальное приложение есть Стамбул Радар. Устанавливаете, регистрируете на номер телефона и вход до 11 утра там по QR-коду бесплатный. Это касается миниатюрк парка. Значит обеих цистерн. То есть это базилики и Феодосии и панорама 1453, которую мы снимали в прошлом видео. Вот такой вам ловхак. Действует данная акция 100 дней со 2 октября, то есть примерно до начала 24 года. Пойдемте посмотрим, что здесь есть. Площадочка детская есть. Здесь немаленькая такая шахматы здоровые, аттракцион, полетать на вертолете кто хочет. Так что если вы с детьми, то как и предыдущий музей, это все понравится детишкам тоже. Даже храм Нартамиды здесь имеется. Внутри он стоит статуя. Ну что за парк такой у нас миниатюрка. Это где собраны мини-копии так сказать всех достопримечательностей которые есть в Стамбуле. Просто уменьшены в несколько сотен раз. Вот амфитеатр. к примеру. Находится вон в Анталии. Если вы хотели увидеть как оно в Каппадокии, то не обязательно для этого туда ехать. Вот она здесь тоже представлена. Ну а кто узнает что это такое да это конечно помукали в миниатюре. Кто узнает что за мост да это мост мучеников которым мы тоже облазили уже со всех сторон. кстати первый мост который соединил Европу и Азию. Если вы не нашли 600 лир чтобы посетить Кыску Лисе девичью башню то можете вот посмотреть в принципе примерно так и выглядит только крыши нету сейчас вот там двор получается открытый. Вот подписчики нашего телеграм-канала должны узнать это место Анадолу Хисари Анатолийская крепость которую мы уже тоже посещали. В общем если у вас не хватает времени или вы хотите посмотреть на достопримечательности в миниатюре то добро пожаловать. вот это место как раз для этого предназначено. Там есть паровозики которые катают детей есть кафешечки то есть в принципе провести здесь часика два тоже не составит никакого труда но мы не будем раскрывать вам все что тут есть и направляемся дальше за миниатюр парком есть тоже вот такой вот небольшой парк с кувшинками плавают там мальки прыгают лягушки это мы сейчас движемся в сторону кафешечки хочется маленечко перекусить здесь вот у нас плавает черепаха где черепаха куда дело она поду кувшинки ну ладно в общем здесь плавают черепахи и лягушки и кого тут только нет и вон куча 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 мальков не знаю видно их не видно довольно-таки тоже приятное место фонтанчики несколько штук ну и много вот таких вот бассейнчиков сделано там он прям совсем заросли какие-то целые жабы сидят вот такая вот осень у нас смотрите вороны пришли помыться на фонтан конечно где им еще мыться на улице жара сегодня наверное градусов под 30 мы думали уже холодно будет но нет похоже бабье лето у нас дошли мы до кафе но это не просто кафе на это территория музея энергетики можно зайти все потрогать все пощупать катушку тесла посмотреть как-то так смотрите вот электростанция как мы видим даже здесь написано сименс это как бы старая станция которая уже заброшенная стала музеем получается как бы без сименса даже раньше особо не справлялись а там айдзи тоже все немецкого производителя запасной сердечник сразу лежит генератору так что даже если что-то сломается быстренько сможем отремонтировать там люди сидят учатся там прям класса прикольно что-то я у нас такого не помню в институте я так понимаю пульт управления станцией Марина ну давай электричество добавь уже электричество подкинь ну конечно сейчас что-нибудь нажмешь и все и обесточишь Стамбул даже посетители тут есть представляете вот так вот зашли кофеечку попить вот сколько у нас заброшенных предприятий неужели вот уже нельзя раз и сделать музей так ну-ка давай нажмем что-нибудь будет работать это просто показывает где она чик 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 я думал прям заработает как в этом музее нет просто показывает где оно что находится так а тут у нас уже что-то поинтереснее будет на прочитать так что-то катушка тесла не убьет нас тут я вообще очкую как бы ну Марина у меня бесстрашная сжимай давай вот так а вот там в общем если нажать и коснуться то волосы станут дымом у тебя есть расческа если что на задеть в шарик не выше а вот здесь вот звук дождя сейчас вот так сделаем опачки опачки вот такие штуковины тут интересные вот всем любителям спорта на дома такую штуку ставить а то крутите педали почем зря а вот это генератор садишься видите ставишь ножки на педальки начинаешь крутить и вырабатываешь электричество оп и телевизор сидишь вот так вот смотришь а жена на кухне готовит чем быстрее можно что тут у нас еще лобзик есть еще какая-то штуковина ой с куратом вот так вот я вообще боюсь электричества вот марина нажимает разряд пошел оба оба не вы видели инфракрасная камера смотрите меня там нет а он показывает что есть вот теперь я захожу опачки опачки вот она а там я все таки замер ну там нету никого оп не ну прикольное место что бесплатно кстати вход а только паспорт с собой взять потому что на входе на документы какой-нибудь показать потому что это все-таки университет давай сразу трогай я пока снимаю кнопку нажимай ничего не произошло держи не не то что ты делаешь ладно давай дальше лампочка молодец какая вышли мы из университета музея блин место вообще прикольное там куча молодежи студентов ходят гуляют они там видимо у них и общежития есть огромное количество кафе на территории блин у завидно мы учились у нас такого не было доехали мы до холма пьера лотте на крутом трамвае сейчас пойдем на подъемник и вот туда на горы вообще это вот вся гора это кладбище для вам памятники стоят вот он сверху едет прямо у меня над головой подвигаемся обходи тоже народу очередь большая перетяну эту очередь мы отстояли занял этот процесс у нас 40 минут заплатили 15 лир вот та кабиночка сейчас вернется к нам и мы будем наверху посмотрим прекрасные виды под закат солнца обратно надеюсь очереди не будет вот наша кабиночка уже приближается ладно пойдем ждать от уже сменяющих кабинку мое место кто-нибудь займет там ну что приехали вот такие виды со смотровой площадочки открываются золотой рок как на ладони куча народу вот такая красота вот там вот мы сегодня были вот прямо вот палатка вот этого вот оттуда мы и пришли там вот миниатюр находится а вот там где-то находится музей рахмин такие вот домики тут на горе кафешечки там есть ничего интересного больше бамбалды вот только нам попался сейчас пойдем спускаться похоже пешком кому хочется острых ощущений присоединяйтесь но почему острых ощущений потому что этот спуск здесь через кладбище вот так вот прикиньте особенно если сейчас солнышко сядет вообще ощущение будет огонь здесь есть вот могилы вообще абсолютно какие-то древние ладно снимать я здесь уж не буду ничего такого занятного нет это как бы просто от безысходности приходится спускаться иначе сейчас еще час там простоим мы прошлый раз ездили с утра первой половине дня очереди не было ни на подъем ни на спуск на самом деле не так и страшно там было довольно таки людно кладбище старое самая старшая нам попалась 1900 884 года захоронения а тут вот так спускаешься сразу идут уже сувенирчики но мы направляемся в порт темнеет к сожалению уже рано но зато тамбул становится ночью красивым но на этом мы будем с вами прощаться до скорых встреч гурошурус 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 Продолжение следует...